Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный». Приветствую всех друзей, подписчиков нашего канала, поставьте лайк, распространите видео. Сегодня в гостях у нас в нашей студии, правда издалека очень, я не знаю в какой студии он, Виталий Максимюк Коган, пастор, епископ из Сибири, прям из Новосибирской, или нет уже, Виталий, расскажи немножко, где ты сейчас, чем занимаешься, и о себе немножко, представься. Спасибо огромное, Альберт, мир Божий всем дорогим друзьям, кто смотрит сейчас меня, доброго времени суток, не знаю, где вы находитесь. Как бы хотел я быть в Новосибирске, искренне, вот искренне, от всего сердца могу так сказать, очень сильно скучаю, потому что последних полтора месяца моя жизнь, она постоянно в движении, я не стою на месте, я утром был где-то за 500 километров от этого места, сейчас я здесь остановился буквально там на час-два, чтобы сделать эту передачу вместе, и я вечером буду ночевать еще в другом месте. И это просто удивительно, насколько в современном мире мы можем быстро передвигаться. Раньше там на осликах ездили, сегодня у нас есть средства другие. Ну, если кратенько о себе, значит, я родился и вырос в христианской семье. С детства, помню, меня в церковь водили, это была Баптистская церковь на Западной Украине, и я очень хорошо помню и нудных проповедников, и живых проповедников, и некоторые проповеди остались у меня с детства. Моя бабушка, она прошла сквозь концлагерь, они были евреями, и ее взяли в конце войны, в 44-м году, взяли и привезли в Аушвиц, знаменитый концлагерь. Но она выжила, она выжила, потому что советские войска в январе, где-то в 20-х числах шли на Берлин и освобождали. И вот этот концлагерь был в их пути, и в один день немцы просто бросили всех узников, бросили все эти бараки и все, что было, и просто ушли, убежали. Среди оставшихся была моя бабушка, она была молодая, красивая, жизнерадостная. Но как она об этом несколько раз всего рассказывала, она говорит, что была очень суровая зима, с 44 по 45 годы. И на утро, а у них были такие бараки, что там не было никаких стен теплых, ничего теплого. То есть там были просто дерево, вот как будто вот дранкой такой вот сбили, между ними просто ветер гуляет. И если снег, ветер, она говорит, на утро, значит, каждое утро многих мы не пробуждали, они замерзали. И мы, говорит, просто вместе друг друга согревали, и мы решили, что мы все-таки выживем, продержимся. А потом, конечно, раньше или позже приходит весна. Пришла весна, и она говорит, я не помню месяц, а то ли это апрель, то ли март. Но факт тот, что она с другими узниками, они истощенные, они еще боялись выйти, потому что по ним сразу было видно, что они отсюда с концлагеря. И они боялись, что за стенами Аушвица их снова поймают, и там просто точно смерть уже, и все. И у них было в сознании, нужно спасаться на восток. Почему на восток? Потому что война перешла уже в Европу. То есть война движется, линия фронта переходит в Европу. Она села в поезд вместе с другими узниками. Несколько дней он двигался. Это был поезд, который был предназначен для перевозки каких-то вещей, там леса или еще чего-то, не пассажирский поезд. И потом было утро, солнечный день весенний. Они осмотрелись. Это точно уже не Польша, это далеко не Польша, это где-то Украина. И они решили, что они прыгнут с этого поезда для того, чтобы спастись. Она спрыгнула по инерции, человеческое тело покатилось вперед, и она потеряла сознание. Когда она пришла в сознание, она говорит, мне казалось, что я лежу прямо на рельсах. И она инстинктивно повернула ногу. В этот момент поезд проехал, и она лишилась ноги. Но ее подобрали. Рядом оказались какие-то люди добрые, селяне, прямо там на поле работали. Ее подобрали, ее выходили. Она прожила долгую жизнь. Она умерла в 96 лет. Она воспитывала меня. Она приняла Иисуса. И она носила на своем лице печать вот этой пережитой трагедии, эту глубину, эту боль. Простите, пожалуйста, друзья, можно ли отключить как-то телефоны? И, значит, но я помню, что раз в месяц приходил диакон церкви к нам домой, приносил хлебопреломление. Простите, пожалуйста, надо как-то отключить телефон. И когда он приносил хлебопреломление, обычно он там разворачивал и минут 10-15 слово говорил. А потом молились, всей семьей молились. И моя бабушка вот во время этой молитвы, обычно она так поднималась, она такая была согнутая, на палочке, с протезом. Она поднималась так, выпрямлялась и начинала молиться, и лицо ее улыбалось. Это было необыкновенно. Я запомнил эту улыбку. Ну, это если кратенько обо мне. С детства, вот люди могут спрашивать, почему фамилия одна, другая. С детства моя бабушка говорила мне, мы не максимюки. Мы оказались максимюками, чтобы спасти свою жизнь. Мы коганы. И я рос всю свою жизнь осознанную, с пониманием, что, по-видимому, мне нужно будет продолжить человеческий род. Хотя у меня две девочки. Но вот это чувство, что я не максимюк, оно у меня всю свою жизнь, всю сознательную жизнь было. И хоть возраст уже берет свое, мне 55 в этом году, но я все-таки решился, что я все-таки вернусь. У меня такой комфорт внутри сердца, что я все-таки вернулся к фамилии, настоящей нашей фамилии. Ну, это если кратенько, в 13 лет я пережил Бога очень сильно и глубоко. Это был 1980 год. Это было известное движение Духа Святого, Таллиннское пробуждение называлось. Да, я жил ровно, и в мою церковь приезжали служители Божии, которые принесли этот огонь, это слово. Когда мы говорим, что возникло харизматическое движение в середине 80-х годов или в Америке в 70-е годы там. Я хочу сказать, что в начале 80-х годов проповедники нашей церкви, начиная проповедь, ее часто не заканчивали. Потому что Дух Святой сходил, а мы собирались по домам, и все присутствующие в комнате, они падали. То есть падение я знаю с детства, как невесомости куда-то. Ты летишь на кого-то, кто-то на тебя летит, потом молитва идет, потом ты потихонечку поднимаешься спустя время. Поэтому братьев ставили отдельно, сестры отдельно. Отсюда, видимо, и пошло это, не знаю. Ну, потому что когда ты... Это настолько удивительно, вот это глубокое переживание Бога. Я могу сказать, что я вынес с того времени чувство любви к Иисусу. Моя молитва очень часто звучит так. Я люблю тебя, Иисус. Я просто люблю тебя. Все, что ты попросишь, я сделаю. Я твой. Я твой навеки, Иисус. Классно. Так с тобой классно. Новый день наступил. Давай. Давай вместе, Иисус, пойдем. Вот это оттуда, с детства, с 13 лет. С 13 лет вот это глубокое переживание, которое сформировало это чувство любви. Еще хочу сказать, что в нашей церкви в 1983 году и в 2005 году, это еще брежнее, хотя там уже менялись, там Черненко был, Андропова дальше, но именно в те годы епископы Белоруссии, Украины и вот этой вот западной части России, у нас было тоже там несколько церквей, они собрались с мыслью о том, кто будет нести ответственность за людей, живущих в самой большой стране, в Советском Союзе. Каким-то образом, непонятно каким, у них были цифры. Они говорили, что по переписи 1979 года в Советском Союзе находилось 104 нации и национальности. Я, если честно, пробовал перепроверять, гуглил, я не нашел подтверждения этому, но эта цифра вошла в меня, вошла с юности. Возможно, я, значит, ошибся, но я с ней прожил все мои сознательные годы, 104 нации и национальности. И более 64 из них нет ни одного свидетельства, что был хотя бы один христианин. И это побудило служителей церкви собирать всех пресвитеров, тогда они были пасторы, назывались тогда пресвитеры, пресвитеров собирать. Собирать руководителей молодежи, собирать диаконов церкви, которые заинтересованы в этом, и говорить. Я помню эту огромную карту, которая висела на стене, и, значит, показывали. Один за одним вставали в возрасте служители Божьи, они все уже завершили свой жизненный путь. И они говорили, кто ответственный за пробуждение нашей страны. Я не мог быть там, потому что церковь наша была подпольная. А мне не было еще и 16 лет тогда. И мой пресвитер не разрешал мне быть там. Но обычно эти совещания или эти собрания были ночью. В 10 часов, в 11 вечера начинаются, а где-то в 2, в 3 уже все как, ну, все устают. И тогда начинается, самое интересное, накрывают столы, то есть вся официальная часть подходит к концу, и накрывают столы, и садятся за столы, и до утра практически. Ну, кто-то должен служить. И я попросился, пожалуйста, возьмите меня. Вы знаете, я быстрый, я убегу, я выпрыгну через забор. Если придет, там, значит, милиция тогда приходила. Приходили, разгоняли. И самое интересное, он разрешил мне. Я был на таких двух собраниях. На этих собраниях Бог изменил мою жизнь. Потому что пока там до столов, до 3 часов, я просто стоял в самом конце. Я все это слушал, и это все формировало меня. Я говорю, Господи, я пойду. Моя церковь молилась за 4 нации в Советском Союзе. Чубчи, Киргизы, Коряки и Алиуты. Я помню, что Алиутов было 421 человек в то время, когда я жил. То есть вымирающая нация, вымирающая группа. И я помню, как мы представляли, что однажды мы поедем туда, где-то на север. Я поеду на север, там, где юрты такие. Я принесу им Евангелие. И, может быть, я там умру когда-то. Это мечты были. Я всю юность жил вот с этими мечтами. Поэтому уже позже, когда я вырос, когда сформировался, когда я в армии отслужил, служил в Забайкале в Чите и уволился, и остался миссионером там на один год. Когда потом переехал жить в Ригу, только потому, что в Риге было движение Божие. Мы были такие охотники за Божьим огнем. Где там движение Божие? Где Бог действует? Поехали туда. Айда туда. Раньше просто было. Не нужно там ни паспорт, ничего. Сел себе в поезд там 3-4-5 дней. И ты уже в Прибалтике. И ты идешь на эти собрания. Поэтому позже уже, когда я был уже состоявшимся человеком, где-то внутри, в моем естестве и существе было это чувство, что я хочу отдать свою жизнь, проповедуя другим об Иисусе. Что я хочу быть миссионером. И в 91-м году Господь призвал меня на миссию. Я уже был женатым. Между прочим, интересный тоже момент по поводу женитьбы. Мы жили в Риге. Вы знаете, я был воспитан в такой церкви, где очень строгие традиции были. Прямо очень строгие традиции. Консервативная церковь очень. И есть, конечно, много негатива в этом плане, которые я слышал. Много. Особенно в Риге, когда жил. Это просто много негатива. Но нельзя видеть только поверхностную вещь. Надо увидеть позитив. Позитив был в том, что в этой церкви воспитали во мне смирение и воспитали послушание. Смирение и послушание. Сегодня, когда наши дети росли, сейчас они уже выросли, мы с Надюшкой моей говорили, мы нашли радио христианское, пятидесятническое того времени. И хотя я пастырь, епископ, и мы сами наслаждаемся современными песнями поклонения, но недостающий элемент в проповеди, в смирении восполнило это радио, звучащее дома в коридоре у нас или в зале, где там проповеди такие. И это очень важный момент. Послушание и смирение. Еще одна вещь – это чистота. В нашей церкви сильно боролись против греха. То есть, ну, конечно, вы скажете, ну, мы знаем таких, маленькая церковь, но святая. Да, есть крайности. Но я в лучшем свете хочу, чтобы вы увидели это. Это означает, что когда мне было 23 года, и я собрался жениться, и я увидел, Бог открыл мои глаза девушку, такую же огненную, горящую, зажженную. Мы жили в Риге тогда. Я подготовил эту речь для того, чтобы сказать ей два пункта. И я думал, она ничего не понимает. Я думал, мы сядем, я ей кратненько скажу один, второй пункт. У меня первый был пункт – я люблю тебя, у меня есть чувства к тебе, и я очень хочу, чтобы ты помолилась, прошу тебя. Возможно, мы друг для друга, и мы вместе проживем всю жизнь. Будем Господу служить. А второй немаловажный пункт – я не останусь в Риге. Здесь, конечно, классно, хорошо, мне нравится здесь. И климат хороший, и все хорошо. И, ну, классно, и церковь хорошая. Но я поеду в Сибирь, или я поеду на север. Поедешь ли ты со мной? Минуточку. Моя девушка с Мариуполя, сегодня этот город известный. Моя девушка, она дитё церкви. Её папа после войны построил дом с большим залом на берегу моря. Прямо на берегу моря. И этот дом построил с видением, чтобы собиралась церковь. В этой церкви выросли такие люди, как Володя Франчук, семья Жилноваковых, известные в христианском мире. Это была такая церковь. Престивитель был известный Илья Демьянович. Володя Франчук пишет историю, и он описывает всё это. Эта церковь была начата в 1937 году. И дичо росло в этом доме, где церковь собиралась. И она выросла, стала моей женой. У неё в крови есть церковь. Она дичо церкви. Но она выросла на юге. Не было кондиционеров. Они во время жары, летом бегали по несколько раз на море, купали в Сазовское море, охлаждались, потом снова трудились, работали постоянно христиане. Ну, церковь. Просто в церкви живёт семья. Но это церковь. Это дом Божий. Там общение, там узников встречают. Там узников провожают. Там собирают людей, гости постоянно. Жизнь, полноценная жизнь. Я ей говорю, я хочу уехать на север. Самое интересное, что я забыл первый пункт. Когда в прошлое время мы там кушали что-то. Не так много тогда было этих ресторанов. Что-то кушали. И нужно было, уже я понимал, нужно сказать ей. У меня вылетел первый пункт с головы, что я люблю тебя. Я сказал только второй пункт. Найденька, я думаю, что Бог меня зовёт в Сибирь. Куда-нибудь далеко очень. Я не знаю, поедешь ли ты со мной или нет. Помолись, пожалуйста. И когда мы вышли, я вспомнил, что я не сказал, что я люблю её. Интересно, она позже сказала, я всё понимала, даже без слов. И я потом в пути так нелепо пытался признаться ей в своих чувствах. Но для парней, так же, как и для девушек, признаться, вот как бы принять решение – это напряжение. Через пару недель она ответила. И она сказала, «Если с тобой, милый, я пойду. Куда бы ты ни пошёл, я пойду». А я не пошутил. Я увёз её в Сибирь. В Новосибирск. И вот уже 31 год мы живём в Сибири. В Новосибирске. Поэтому, ну, это если так кратенько обо мне. Хотя… Но всё равно очень важно всем. Я не знаю, многие ли знают твою историю, твою судьбу. Но скажи, ты стал миссионером, не только пастором. Твоё служение известно в разных странах мира. Ты трудишься много, работаешь. И вот то, что я знаю, последние события вот эти. Ты служишь на Украине. Я следил тоже за тобой. Смотрел несколько лет назад, когда вы начинали детский дом в Одессе, начинали служение там. Ты выставлял фото, рассказывал постоянно. Что сейчас там? Мы знаем эту ситуацию с военной операцией, с российской точки зрения. Но в Украине там по-другому это оценивается. Считается, что это отечественная война идёт. Расскажи, ты там сейчас? Это я точно знаю. Не знаю, где ты. Но то, что ты служишь, то, что ты трудишься, вывозишь детей, твой телефон известен. Я созваниваюсь с многими служителями и знаю. Расскажи немножко, что там происходит сейчас о своём служении там. Я недалеко от того места, где сегодня утром прилетело несколько ракет. Я на Западной Украине сейчас. И буквально, наверное, за час до этого, как я нашёл это место, сирена звучала. Просто это громко, это жутко. Люди сразу заправки закрываются, люди все быстро уходят, улицы пустеют, эти машины тоже перестают двигаться. Ну, двигаются какие-то машины, но меньше гораздо. Просто вымирает город. Если вечером едете, нет нигде света. Световая такая завеса. То есть жутко немного. Как бы я вот опаздывал вчера, комендантский час, десяти вечера начинался я. Это без десяти десять. Я просто летел. И, конечно, все эти тер оборона, которые постоянно останавливают, постоянно останавливают. То есть, ну, первый раз в жизни моей я нахожусь длительное время, нахожусь в стране, где война, где военные действия, где спецоперации, где не всё так просто. Что у нас сейчас в Одессе? На третий день войны, то есть первые два дня я не мог вообще сомкнуть глаз. Я был дома у себя в Новосибирске. И это просто был шок. На третий день войны я смог хоть немного уснуть. И когда я проснулся, мой разум был чистый и свободный. И я мог молиться Богу без крика, без боли, без вопроса, без вообще хаоса всего, что я видел, что происходит. И я понял, что это надолго. Я понял, что уже мы в другом мире живём. Я понял, что это смена сезона. Для меня было очевидно, что бы сделал Иисус в моём случае. У нас детский дом там. Дети. Вот мой мальчишка. Иди сюда, Дэнчик. Иди сюда. Я просто хочу, чтобы вы увидели это благословенный, который здесь, в тылу, как мы говорим, который остался со мной. Он сейчас сидит за рулём и помогает мне двигаться. Да, то есть ему уже девятнадцать. И он не выездной, и он остался здесь. Он не один. Здесь часть детей у меня осталась в детском доме здесь. Пять лет назад Дэн пришёл к нам. Пять лет назад. То есть тоже история. Ну, сейчас не о Дэне. Историй много. То есть если коснуться истории, я могу историю за историей. Рассказываю. У меня сегодняшняя история, вчерашние истории. Сегодня уже несколько историй. Историй очень много. Все душераздирающие. Я сейчас с вами просто говорю нормально, понимаю, в какой формат у нас. Раньше я вообще пару недель говорить не мог толком. У меня слёзы просто теплее. Видимо, человек ко всему привыкает. Но самый большой шок я пережил тогда, когда я заходил в Украину. Это было во вторник вечером. То есть спецоперация в четверг началась. Во вторник я захожу в Украину. И прямо на таможне меня спрашивают, вы в своём уме? Вы куда идёте? То есть в эту сторону никто не идёт. Я говорю, я иду за детьми. У нас здесь дети. Я хочу их спасти. Я иду за ними. Они посмотрели на них. Идите, хотите, идите. Посмотрите, что происходит. 30 часов мы стояли в очереди. Но я шёл навстречу очередь. До начала очереди я шёл часа два. Навстречу человеческий поток. Всё, что я мог говорить. Какой ужас. Какой ужас. Потому что ещё, когда стемнело поля, камыши и вой сирены, люди на пределе. Мужчины обнимают своих жён. Они остаются. Детей. Тискают их. Обнимают. Игрушку дают мякую. Такие кадры. Такие моменты. Такие ситуации. То есть, если кто-то лезет, то дорога вся перекрыта. Причём эта дорога двухсторонняя, далеко ещё до границы. Все идут. Если кто-то пытается там, цыгане пытались как-то. Просто все стоют. Но не дерутся. Просто объясняют. Нация просто на предель. То есть, человеческий фактор на пределе. Просто ужаса, страха. Все хотят быстрее выйти. Быстрее выйти. Конечно, я никогда ничего подобного не переживал. Хотя я всё-таки бывалый. И бывал в разных ситуациях, если честно. То есть, разных ситуациях. То есть, много жизни меня потрепало. Но я этого не переживал никогда. Когда мы взяли наших детей на двух машинах на микроавтобусе и на маленьком микроавтобусе, стали в очередь. 30 часов мы стояли. Из Одессы вы возили, да? Ты уже там оказался. Из Одессы. Да. Я дошёл до дома своего. То есть, взял детей, помолился. Всё, что смогли, быстро запаковали. То есть, я им сказал, пожалуйста, пакуйтесь. Ну, как дети пакуются? Ну, там были служители. Они помогли им запаковаться. Собачек своих тоже взяли. А, я там тут. Дети есть дети. То есть, мы взяли, посадили в машину. Не у всех документы были оформлены. Потому что никто не ожидал, что это будет. То есть, и мы поехали. Мы поехали. Через 30 часов мы выехали. Что бы я хотел сказать, Альберт? Вот очень много мыслей о том, что европейская церковь, она прогнила. Что мы, россияне, мы принесём им чистые Евангелия. Что мы действительно со стороны стандарты. Потому что ЛБГТ. Потому что вот эта вот сексуальная революция, которая 30 лет тому назад началась, она развратила церковь. Я человек, который буду говорить то, что я знаю. Вот в Библии написано, кто говорит то, что знает, тот говорит правду. Я говорю то, что я знаю. За эти полтора месяца мы проехали около 10 стран. Я могу называть их. Это Молдавия, Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, Латвия, Литва. Потом, значит, ещё идёт Эстония. То есть, вот все эти страны, так как я был 25 лет епископом, но я никогда не служил в Молдавии. Ну, честно, никогда не служил. Но я знаю, что там есть тоже пятидесятническая церковь. И где-то мы встречались, я помню имя этого епископа Виктор. Я позвонил одному другому человеку, говорю, скиньте мне телефон Виктора, епископа. Я ему звоню и говорю, я Виталий, так и так, из Сибири. Ну, у нас тут дети в Одессе. Я буду проезжать через тебя рано утром. Я шёл, значит, в Украину. Говорю, у меня денег нету. У меня на карточке есть, мы вышли там. Он говорит, сколько тебе надо? Я ему сумму называю. Он говорит, у нас 11 вечера, не знаю, что я смогу собрать. Ну, давай, утром встречу тебя. Он встречает меня утром и даёт намного больше денег. Я ему говорю, подожди, я тебя переведу. Он говорит, при чём тут переведу? Мы, конечно, всё сделали, перевели. То есть заправил мою машину, так как у нас там, значит, мы взяли машину, ехали, чтобы проехать, самолёты не летают. Я был в шоке. То есть молдавская церковь, все эти церкви, все служители, с которыми я общался, а мы останавливаемся в разных местах. Мы группу везём, например, и мы понимаем, что она уже всё, группа, она уже настолько потрёпана этими дорогами. Причём первые дни они все молчат, такие тяжёлые. Это не туристы. Это люди, которые прожили 30, 40, 50, 60, 70 лет. Нас бабушка была 89 лет. Ты говоришь уже... Слушай, у тебя, я понимаю, настолько всё эмоционально, ты уже говоришь о других группах, которые ты также вывозил, не только детей. Детей мы спасли, вы вывезли их. Детей мы вы... Да, прости, Альберт. У меня просто... Да, я понимаю. Мне надо останавливать, потому что если ты ещё тронешь немного, то я ещё что-то расскажу. То есть то, что просто у меня течёт изнутри. Да, это... Мы вывезли детей наши. Это надо сказать. Вывезли. Я был в шоке от гостеприимства Европейской Церкви. Если вы называете это прогнили, друзья, я хотел бы так прогнить. Все пасторы, с которыми я общался, все пасторы адекватные, живые, со слезами на глазах. Пастор Джозеф. У меня была четвёртая... Нет, третья группа. Мы их подобрали. Мы не должны были их везти, третью группу. Их на границе стояла группа людей. И подошли, говорят, можно у вас немножко ребёнок погреется, пока мы стоим в очереди на таможне. Мы говорим, конечно, садитесь. Мы пустые, едем обратно. Сел ребёнок и уснул. Мамочка, сейчас, сейчас, подождите, сейчас. Нам надо ехать. Я говорю, а вы куда? Мы не знаем, куда. А вы откуда? Мы с Харькова. А как? Ну, как? Ну, когда вот в дом прилетело, я на втором этаже жила. Мой муж просто схватил меня, побежал, и потом меня сунул к этому машину. Потом нам там какой-то, значит, там ещё человек. Так, вот у меня пакет есть. Вот. Это реальная история. Это реальные имена. То есть, а вы откуда? Там, значит, стоял с ними мужчина, седой, 68 лет, агроном, всю жизнь на земле. Такой спокойный. Он вообще ни слова не проронил. Он только посмотрел, и он сказал, я вам доверяю, если вы хоть что-нибудь поможете мне, я сяду в ваш автобус и поеду. Говорят, что на человеческие органы могут увезти. Я вам доверяю. Сел, и только на третий день, вечером, когда мы привезли его где-то там, не помню, где это было, в Венгрии, в какой-то ресторане, и я возле него сел, и я говорю, Виктор, хоть пару слов о себе, и он стал рассказывать. Стал рассказывать. Я так сожалею, что у меня нет шанса позаписывать. Есть идея сделать, значит, рубрику судьбы. А он, между прочим, россиянин, этот Виктор. А он с Урала. А он, то есть, он вообще потомственный агроном русский. В его дом попала тоже ракета. Он достал из кармана, из кармана достал какие-то штучки металлические. Я фото сделал это. И он говорит, это чем были начинены эти бомбы. Это, говорит, для того, чтобы когда попадают в тело, чтобы больнее было. Я говорю, Виктор, вы чего? Серьезно? Он говорит, да. То есть, и эта группа, вот эта группа, которых мы подобрали, они были, они отравились чем-то. И вот представьте себе, я должен был к 10-11 вечера приехать в Будапешт, в Венгрию. Я звоню, чтобы там мы переночевали. Звоню просто епископу и говорю, мы вот туда можем доехать через 3-4 часа. Дайте нам переночевать. У нас там 20 человек в салоне или у нас там столько-то. Дайте нам переночевать. Он говорит, хорошо, сейчас я вам перезвоню. Дает нам направление куда. И мы туда приезжаем. У нас тут встреча. Я никогда не видел этих людей. Я даже не знаю, что это за церковь. Как по мне, то ли лютеранская, то ли пресвитерианская какая-то. Кто знает. Очень аккуратненько, чистая церковь. Мы должны были в 10, но я думаю, пол-одиннадцатого будем. И они отравились. Их всю ночь рвало. Весь автобус уделанный. Я один водитель. Второго не было. Второй там в другое место поехал. Нужно было тоже срочно помочь. Я один. Я думал, я дотянул до вечера. То есть я ухожу на всю ночь. Мы в 6 утра, начало седьмого приезжаем туда в Венгрию. Рассвет. Я их привожу. А они реально. У них у всех как-то там то ли дифтерия, то ли непонятно что. Весь автобус уделанный. Постоянно стою на заправках. Постоянно с такими животами. И вся группа такая. Весь автобус. Инфекция. Я один с этой маской. Думаю, сейчас еще ко мне перейдет. Всю ночь. Это пастор Джозеф, его имя. 67 или 68 тоже лет. Вот так. Сидел и ждал. Все готово. Все. Как он принимал. Как он обнимал. И с ним его служители. И вот такое отношение я видел во всей восточной церкви. И как-то оно так, знаете, резонирует. Мы вас научим. Мы российская церковь. Как-то оно, я не знаю, может быть, кто-то чему-то научит. Я лично сам учусь. Гостеприимский у них. Я, например, думаю, нам есть чему учиться у них. Конечно, есть эти все извращения. Это понятно все. Но что касается церкви, я могу сказать, церковь в Восточной Европе живая. И я думаю, она проходит свой экзамен и сдает свой тест. И я думаю, не только украинская церковь, многострадальная, сдает. Или украинский народ, многострадальный украинский народ. Но и российская церковь сдаёт тоже свой экзамен пред Богом. И европейская, и, я бы сказал, даже мировая церковь сдает свой экзамен перед Богом. У Христа нет границ. И церковь его не должна иметь эти границы. Сегодня мы пытаемся говорить. Вчера у меня эфиры были с Украиной тоже. Разговаривали с Демидовичем, с другими сейчас со всех стран мира. Пишут, просят поговорить, высказаться, свою позицию дать. Или связать, вот как с тобой, например. Твой телефон известен, я понимаю, в Украине. Многие звонят, чтобы вывезти. Помогите. Ты не один такой. Очень много сейчас занимаются. Но то, что ты приехал из России и служишь там, это очень сильно. Знаешь, наверное, время бежит уже. Я понимаю, что ты тоже ради этого интервью остановился и попросил где-то места, чтобы тебе разрешили рассказать о всем, что происходит. Всего не расскажешь. Но я чувствую твою боль, тот ужас, который ты пережил и видел. Скажи, ты недавно написал письмо о Сергею Риховскому личное. Что побудило тебя? Я не смог промолчать. Просто не смог промолчать. Я не знаю, поймешь ты меня или нет. Моя жена стояла перед линейкой в Советском Союзе в семь лет и говорила, вы не оденете на меня этот галстук, потому что я верю в Иисус. Ее забирали от родителей только потому, что она была дитё верующих родителей. И она была в детском доме в семь лет. Только потому, что она была просто девочка, крестьянка. Я вырос в той церкви, где мы были воспитаны честностью, воспитаны принципы. Знаете, у Иакова этот принцип есть. Я его открыл много лет назад. Смотрите, Иаков говорит о мудрости, сходящей свыше. И он говорит, то есть это божественная мудрость. И он описывает ее. Какое качество он ставит на первое место? Он не ставит на первое место дружбу. Мы с тобой друзья. Мы с тобой старые друзья. Ты же нас не предашь. Мы же с тобой... Подождите, это мир так делает. Собутыльники так делают. Там еще кто-то так делает. Но мудрость, сходящая свыше, на первое место Иаков ставит истину. Во-первых, чиста. И так и пишет. А потом мирна. То есть, другими словами, мой мир может быть нарушен, если тут нет истины, нет чистоты. То есть, чистота выше всего. Я так был научен. С другой стороны, то есть, ну, первое, что я бы сказал, это просто мое воспитание с детства. Это моя верность Богу. С другой стороны, я четко понимал, что мне Дух Святой говорит. Скажи. И я, если честно, несколько дней ходил и с Богом разговаривал. Зачем? Я же подставляю других людей, скорее всего. Зачем? Я пастырь, епископ в Российской Церкви. Зачем? Он мой брат, он мой коллега. Не мое дело судить. Ну, сказал так, сказал. Ну, что? Ну, не первый же раз. Мы же знаем Сергея Васильевича. На протяжении многих лет тоже какие-то вещи были. Все мы люди. Что-то, ну, сказал. Ну, чего я должен, как бы, говорить? И, что самое интересное, в какой-то момент я почувствовал, что если я не сделаю этого, я буду непослушным Богу. И это тот момент, когда Бог скажет, избавление придет с другой стороны. Но ты и дом Отца твоего. Помните, там история с избавлением. То есть, что будет со мной? И я понимал, у меня будут проблемы с Богом. И потом мне пришло понимание, что не на это ли время вообще Бог дал мне такую судьбу. Ведь судьба моя такова, что я могу говорить открыто Сергею Васильевичу. Когда начинался РосХВЕ, Сергей Васильевич общался со мной. Мы были друзьями еще с конца 80-х годов. Большинство епископов России в это время еще не были даже христианами. Ну, если честно говорить. То есть, очень немного осталось, я тоже часть Совета Епископа, очень немного осталось с того поколения, с которого я вырос. Моя жена старше меня, она захватила еще больше. Но вместе с ней мы имели отношения с Сергеем Васильевичем достаточно близкие. Не дали, как года два-три назад Сергей Васильевич был у меня дома. Мы несколько часов просто сидели, откровенно говорили. Очень откровенно говорили. Потом я увидел такую вещь, вещь, что в этот момент большинство людей просто чувствуют сильную боль внутри, когда их брат одобряет вот эту спецоперацию. Ладно, мы не политики, мы не судим, это не наше дело. Но ты мой брат, что ж ты делаешь? Посмотри на эти боли, на все эти страдания. И огромное количество христиан в мире просто они чувствовали огромную боль от этих слов. Между прочим, сегодня я остановился, один человек мне тоже сказал об этом. Он даже не знал ничего о моей статье. Он говорит, а вы слышали, вы читали, вы верующие, вы с Россией, а вы читали там один из ваших епископов? Что он сказал? Люди знают по всему миру об этом. Мир очень маленький, мир очень тесный. И я понял, что я могу в этот момент сказать как друг. И я просил, Господи, дай мне выразить, подобрать слова, чтобы не было никакой ни язвы. У меня нету этого. У меня в сердце этого нет. Я отношусь к нему как к брату, который споткнулся. Но я понимаю, что после многих лет пастырства, епископства с такой биографией будет чудо Божие, когда он изменится и покается. Но я думаю сейчас о тех матерях и отцах, которые смотрят на своего епископа, которые научены послушанию и говорят, наш епископ благоставляет. Поэтому, сынок, ты пойдешь туда, мы помолимся, воюй за нашу идею, за нашу страну. И потом болезненное прозрение, что мы делали. А в этом задействован епископ. И в этом есть огромный обман огромного большого количества людей. Когда Томусь пришла ко мне, я подумал, я должен это сделать, я должен написать. Но я хочу оговориться, ну или ясно сказать, у меня абсолютно нет никакой цели продолжать это дело. Что ты еще делал? Я поступаю, как Иисус, или как апостол Павел сказал, что если кто из вас, или Иисус сказал, согреши кто из вас, скажи ему, грех был публичным, я публично сказал. То есть, это все. Я не пытаюсь здесь что-то преследовать. У меня есть задание от Бога, которое я четко понимаю, что Бог ждет от меня. Я хочу это выполнить. Он перед своим господином ходит. Я лишь молюсь о том, что Бог дал ему покаяние. Но я скажу, я категорически против поддержки вот этой спецоперации. И я не мог просто промолчать, поэтому написал. Спасибо тебе большое за честность. И я понимаю, что тебе некогда в эти теологические Бреднев сейчас участвовать в этом во всем. Ты в другой ситуации. Ты спасаешь людей. Спасибо. Богу. Вся слава Богу. Спасибо всем за молитвы, за поддержки. Я сказал всем своим, я скоро вернусь, дорогие. Я скоро вернусь. Я закончу. Ну, закончится же когда-нибудь вот это все, Альберт. И эвакуация закончится. Хотя мы сейчас собираемся покупать еще один автобус. У нас перри, перри, перри. У нас столько людей звонят. Мы не знаем, как их отправить. Хотим нанимать большой 50-ти местный автобус, договариваемся так же. Поэтому я надеюсь, это скоро закончится. Мы снова будем Богу служить вместе. Спасибо. Пусть Бог благословит. Спасибо. Два месяца назад ты же ехал через Калугу. У тебя сломался тогда автобус. Да. Мы так и не встретились. Мне кто-то позвонил, по-моему, даже с Дальнего Востока, говорит, там Виталий сломался, съездил. А Новый Год как раз это было. Да, да. Ты не перезвонил даже. Мы так и не увидели с тобой. Да, потому что мой водитель его завел и решился ехать дальше. Еще проехал километров сто. Чуть-чуть не доезжая Москвы, он снова сломался. Бывает. Виталий, благослови тебя Господь. Спасибо тебе. Я думаю, мы будем на связи. Может быть, подготовишься, какой-то материал еще запишем. Ты расскажешь, как вот вы осуществляете. Ты сейчас вот так сумбурно много чего рассказал. Простите меня, поймите меня, я слюки мало. В 5 утра уже на ногах. В 12 час это хорошо, потому что где останавливаешься, всегда хотят поговорить. В час-два разговариваешь, знакомишь с огромным количеством новых людей. Жизнь такая вся в движении, поэтому простите, если не структурировано, не подготовлено. Ты знаешь, ты настоящий пастырь сегодня. Ты там, где люди. Ты не сидишь в церкви, не ждешь, когда они придут. Ты сам среди них. И я даже не удивлюсь, если многие даже и не знают, кто ты и что ты. Ты просто пастырь, ты просто человек Божий. Храни тебя Господь и благослови тебя Господь и твою команду, и твоего мальчика, который рядом сейчас. Помогает. Спасибо. И меняет тебя. Любим, молимся. Альберт, последнюю цель скажу. Давай. Я сменил свою кафедру. Вы знаете, что я был 12 лет на телевидении, на ТБН. Мне нравилось выходить в церковь и слово делиться. Теперь моя кафедра, я стою в автобусе, едет водитель, лицом к людям. И я их успокаиваю, рассказываю им. Скажите, пастыры, епископы, когда вы можете взять на 4 дня, 4 дня наша дорога идет, 18 человек со знатями, осмысленных, взрослых, чтобы они были вот так открыты, чтобы их сердца были вот так вот открыты. Они внимают каждому моему слову. Последняя, предпоследняя группа, я ее доводил до конца, четвертый вечер, атмосфера Царства Божия была просто в машине. И я предложил им, чтобы они помолились, приняли Иисуса. Все, все в один голос, все принимали Иисуса. Та группа, которая была до этого, я так открыто не предложил, но они в конце. Пожалуйста, пожалуйста, давайте будем отношениями, давайте отношения, давайте отношения. Сейчас мы хотим их собрать на Пасху, чтобы вместе собрать. У меня есть много историй по поводу пути, это когда-нибудь в следующий раз. таких историй, которые просто удивительные. То, что делает Бог, самая большая моя цель, это не столько тело спасти, вывести, это спасти, привести к Иисусу. И я хочу быть руками Иисуса, глазами, устами Иисуса, чтобы эти люди, которые изранены, бегут и не знают, что их ждет впереди, у них страх и неопределенность. Собрать их, помочь, хоть, может быть, частичку дать им любви, их души на распашку, на удивление, на распашку, сейте туда слово, собирайте. Я думаю, Бог через всю эту историю соберет самую большую жатву за всю историю человечества. И мы только в начале этого. Это меня восхищает. Слушай, вчера же была Пасха в Украине и во многих европейских странах. И на этой неделе у нас будет, я хочу пожелать тебе сказать, Христос воскрес. Воистину воскрес. Благословися, дорогой. Обнимаю. От всего сердца. Взаимно. Будем на связи. Спасибо за то, что прямо вот ты с дороги нашел, остановился, нашел какой-то этот офис и вышел на связь. Храни тебя, Господь, дорогой. Спасибо. Спасибо всем за молитву. Спасибо, друзья, что стоите с нами, молитесь, поддерживаете, спасибо, дорогие. Аминь. Господа. Спасибо.